друзья всем привет я впервые в своей жизни отправился в командировку по маршруту москва краснодар сочи москва и в этом выпуске вы увидите места на которые я обратил особое внимание да и просто какие-то моменты которыми хочется поделиться с вами погнали дорога до краснодара у меня заняла 20 часов но для вас это будет коротенькое 20 секундное видео чудеса монтажа поезде я был приятно удивлен уютному вагону ресторану где за ужином и книжкой скоротал несколько часов дороги заселившись в гостиницу конечно хотелось понежиться в кровати но нужно было ехать на объект пробежавшись по стройке и решив срочные вопросы я решил подняться на крышу и показать вам город краснодар с высоты птичьего полета с погодой немножко не повезло так как пасмурно но в целом вид впечатляюще обратите внимание там вдалеке виден стадион краснодар он был построен сергеем галицким чуть позже покажу вам его поближе и парковую зону которая вокруг него в том числе ну а пока еще несколько красивых видов переходим к стадиону и парку краснодар по-другому его еще называют парк галицкого так как он построен на личные средства предпринимателя сергея галицкого на момент открытия парка в 2017 году на него уже было потрачено 4 миллиарда рублей и эта цифра только растет так как каждый год строятся новые зоны для отдыха в парке разработкой проекта занималась немецкое архитектурное бюро джин к интернешнл площадь парка около 23 гектаров для сравнения это площадь 30 двух футбольных полей на его территории высажены две с половиной тысячи деревьев большая часть которых привезена из питомников нидерландов германии и италии оказавшись в парке сразу обращаешь внимание на то как ухожена территория все очень чисто газон подстрижен деревья подстрижены и помимо этого я работаю строительстве и всегда обращаю внимание на то как сделано построен то или иное сооружение здесь могу сказать что все выполнено очень аккуратно кирпич кирпичику шовчик к шовчику и помимо этого качество материалов тоже очень достойно так что если вы будете в краснодарском крае то обязательно советую вам посетить этот парк в живую посмотреть на всю эту красоту ну а сергею галец конечно огромное спасибо что он сделал такое доброе дело для жителей краснодара да и не только краснодар а вообще всей страны давайте продолжим знакомство со всей этой красотой перед вами круглый водоем декоративными рыбами это локация особенно привлекает посетителей парка вокруг высажены магнолии которые очень красиво цветут каждом месте парка где можно присесть есть мягкие подушки для удобства и комфорта все для людей для пробежек и занятий спортом есть выделенные дорожки в том числе и из газона а перед следующим объектом нужно выключить музыку сейчас поймете почему перед вами музыкальный лабиринт каждый может выиграть свою любимую мелодию или дальше побежать гулять мяч или снимать тик токи очень интересную и творчески развивающая локация вообще для развлечения детей тут много необычных площадок кроме того некоторые из них еще и интерактивные прыгаешь на большую кнопку и рядом начинает бить фонтанчик крутишь колесо запускаешь турбину также есть места для настольного тенниса скейт-парк и скалодром одно из самых необычных мест парка это амфитеатр помещающий в себя до 200 человек в летнее время здесь проходят показы фильмов матчей и музыкальные выступления а следующий арт-объект называется геолокация она же перевернутая капля ее высота 5 метров капля отождествляют долю секунды остывшего металла не знаю что хотел сказать автор но выглядит это впечатляюще если присмотреться к деталям то можно увидеть что на геолокации изображена панорама именно того места с которого на нее смотрит человек стоит отметить что за счет холмов низин и ступенчатых перепадов высот создается интересный рельеф по которому не надоедает гулять ну что друзья парк мне очень понравился а теперь давайте покажу вам его в ночное время когда на улице темнеет парк преображается и становится совсем другим за счет разных подсветок и светильников каждая зона подсвечивается по-своему но все это выглядит очень гармонично и даже волшебно а для лучшего понимания следующего арт-объекта без инструкции точно не обойтись так что вот прочтите это дерево которое растет в центре это харизия она приехала в краснодар из южной америки и зимует под таким колпаком по всему периметру выполнена разная композиция с людьми и прочими штуками все это выглядит таинственно и даже немного странно но очень необычно друзья я показал вам далеко не все локации так как был ограничен по времени имейте это ввиду но в завершении чтобы вы ощутили масштабы этого парка я покажу вам видео с дрона обратите внимание что все зоны и дорожки плавно избиваются образуя спирали круги и полукруги парк не имеет острых углов и такие проектные решения сделали его каким-то объемные и уникальным у меня же на этом все спасибо что досмотрели до конца поставьте лайк подпишитесь на канал мне будет приятно до новых встреч а и и и и и и и и и